всем привет друзья довольно многих людей при сборке компьютера возникает проблема с подключением проводов от передней панели к разъемам на материнской плате если с проводами usb аудио еще более менее все понятно то наибольшие трудности вызывают как раз таки подключение кнопки питания перезагрузки и различных световых индикаций сегодня на примере нескольких материнских плат постараюсь все подробно рассказать что куда и как подключить в моем случае вместе с материнской платой в комплекте шла вот такая небольшая колодочка ну через нее вообще все просто подключается смотрим соответствии с надписями вот например hdd led плюс минус здесь hdd led просто подключаем и все это дело вместе со всеми уже подключенными проводами вставляется в разъем на материнской плате но это слишком просто и не со всеми материнскими платами такая колодка идет в комплекте только с какими-то дорогими так что сегодня будем подключать без нее для начала давайте разберемся какой провод за что отвечает чтобы было понятнее hdd led это у нас индикация работы жесткого диска power led индикатор включен у нас компьютер или нет power led плюс power led минус power св это у нас кнопка включения и reset св кнопка перезагрузки дальше идут провода usb может быть таких колодочек несколько если много портов usb на панели usb 3.0 синий разъемчик и аудио подключение аудио входа и выхода на передней панели а есть еще и другие провода например если вас корпусе есть кардридер или какая-то подсветочка корпусная но в принципе они все подписаны и я думаю труда не составит уже подключить их куда следует еще забыл сказать про спикер на многих корпусах он встроен в переднюю панель и так же провод лет от него но в современных корпусах все-таки они идут отдельно и так вот наш разъем для подключения контактов передней панели называется он панель или может быть подписано f-панель везде по-разному и все контакты в нем подписаны вот у нас идет первая строчка относится к первому ряду контактов а вторая строчка относится к второму ряду контактов также на самих разъемах у нас присутствует такая стрелочка стрелочка обозначает плюс и также на материнское платье подписано где должен быть плюс а где минус соответственно мы подключаем контакт стрелочкой налево и и и и и и и и Разъемчик HD-аудио вставляется в ААФП, но здесь не перепутайте, здесь есть один отсутствующий контакт, и здесь тоже, и соответственно вот так вот это все подключается. Либо же, если у вас есть звуковая карта, на звуковой карте тоже есть такой разъем, также с одним отсутствующим контактом, в общем все просто. Дальше подключаем USB 3.0, здесь также он подписан USB 3.0, есть ключ, тоже не ошибетесь, ключом наверх. Оп, и все. И остается у нас USB, USB также все подписаны, вот USB. Также есть отсутствующий контакт. И подключаем. Вот в принципе и все. Дальше уже рассмотрим другие материнские платы. Бывает так, что контакты вроде бы вообще никак не подписаны, но нужно поискать где-нибудь рядышком. В нашем случае вот под южным мостом есть картиночка, панель, и здесь все точно так же расписано, где что должно быть. Видимо места не хватило здесь, решили вынести туда. Вот здесь еще подписан Channel Fan 3 для вентиляторов, и вот от него контакта такая идет стрелочка. То есть он не здесь, а вот в этом разъеме. Также еще встречаются вот такие разъемчики, маленькие. Также подписано все рядом, куда плюсом, что куда включать. И отдельно здесь вынесен спикер за пределы этого разъема. В общем, как видите, ничего сложного в подключении передней панели нету. Главное следовать надписям, соблюдать полярность. Если же надписей никаких нет, всегда можно найти инструкцию. В общем, надеюсь, что видео было кому-то полезным. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.